Сегодня мы не станем отправляться далеко в космическое пространство, исследуя дальние горизонты. Мы окунемся в прошлое Земли, ее настоящее и будущее. Сегодня попробуем разобраться в таком интересном и глобальном вопросе, как тектоника плит, в частности, о том, какие же силы и процессы управляют формированием лика Земли, и ответим на вопрос, куда же движутся континенты Земли в наше время. Но перед этим немного истории. Как мы знаем, наша планета покрыта океанами и континентами. На ней существуют огромные горные пояса, глубоководные желобы и вулканы. Все это является следствием активной тектонической и магматической жизни. Чтобы подробнее в этом разобраться, попробуем заглянуть в недры Земли и понять, каково ее строение и какие процессы там происходят. К сожалению, на сегодняшний день еще не существует такого аппарата, с помощью которого можно было бы проникнуть и изучить внутреннее строение Земли, а уж тем более для легковоспламеняющегося человека. На данный момент самая глубокая шахта в мире имеет глубину в 4 километра. А самая глубокая скважина находится на Кольском полуострове. Это Кольская сверхглубокая скважина, вертикальная длина которой 12262 метра. Для сравнения, толщина земной коры на материках колеблется от 30 до 40 километров. Однако определенные знания о глубинах нашей планеты все-таки установлены. Внутреннее строение было определено по большей части с помощью геофизических методов, где основой является измерение колебаний во время землетрясения или искусственных взрывов, производимых в недрах Земли. Вещества с разной плотностью и составом пропускают через себя колебания с определенной скоростью, что позволило с помощью специальных приборов измерить эту скорость и проанализировать полученные результаты. Также в качестве методов изучения Земли используются геологические методы, например, бурения и кортирования, изучение ксенолитов, глубинные мантийные породы, попавшие на поверхность Земли при извержении вулканов и, конечно же, изучение найденных метеоритов, ведь, согласно гипотезе, сложено веществом, подобным железным метеоритом. В итоге было установлено, что наша планета имеет слоистую структуру и имеет несколько оболочек. Земную корову, являющуюся самой тонкой, мантию, самой обширной оболочкой, составляющая 70-80% всей планеты. Она состоит из твердого вещества, но менее плотного, чем вещество ядра. Чем глубже располагается мантия, тем больше становится ее температура и давление. Также она имеет частично расплавленный слой, с помощью которого твердые вещества перемещаются к ядру Земли. Ну и, собственно говоря, само ядро, являющееся центром Земли, составляющая приблизительно 30% от общей массы. Твердая часть ядра плавает его в жидком слое, создавая тем самым магнитное поле нашей планеты. Но в нашем сегодняшнем вопросе нас больше всего интересует литосфера. Вся твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней твердой части мантии, вплоть до астиносферы, которая представляет собой уже пластичный слой, дающий возможность плитам литосферы двигаться по нему. К слову сказать, вся земная поверхность состоит из литосферных плит, разумеется, которые держат на панцирях черепашки космических масштабов. Крупнейшие из них – Тихоокеанская, Северо- и Южноамериканские, Евразийская, Африканская, Антарктическая, Австралийская, а также множество других, меньших по размеру, плит. И весь наш земной рельеф, расположение материков, есть результат движения литосферных плит. Еще в далекие времена исследователи и философы Древней Греции и Востока задавались вопросами и выдвигали свои теории формирования земной поверхности. В средние века господствовала теория, что вследствие охлаждения тепли происходит ее сжатие, тем самым формируются горы, но, как вы понимаете, она была далеко не идеальна. Ближе всех к истине уже в начале 20 века был немецкий геофизик и метеоролог Альфред Вегенер, предположивший, что около 200 миллионов лет назад все материки были сгруппированы в единый гигантский суперконтинент, который он назвал Пангей. Этот суперконтинент состоял из двух крупных частей – Северной Лавразии и Южной Гондвалы, омываемой океаном Тетис. Теория Дрейфа материков основывалась на сходстве в очертании берегов Африки и Южной Америки, которые в настоящее время располагались как детали большого пазла. Новый импульс и развитие теории распада материков получили в конце 50-х годов благодаря трём факторам – геофизическое изучение Земли, аэрокосмическое исследование, которые впервые позволили охватить огромные территории и увидеть закономерности строения горных хребтов, разломов и других структур. Еще более важным и значимым этапом стало исследование океанов, когда было обнаружено существование глобальной системы срединоокеанических хребтов – рифтов, разломов, жалобов, вулканов и прочих структур. Было выяснено, что океан живет активной тектонической жизнью, а также что его дно гораздо моложе, чем породы континентов. Если самые древние породы на материковых щитах возрастом около 3,5 миллиардов лет, то самые древние породы на дне океана имеют возраст всего 170 миллионов лет. Также была обнаружена закономерность, что возраст дна океана увеличивается континентальным окраином. Объяснение этому позволило возникнуть новой современной теории тектоники или движения плит. Оказалось, что мади реки постепенно отходят от срединоокеанического хребта, а на этом месте изливается новое мантийное вещество, формирующее дно современных океанов. Теория движения плит также подтвердилась, когда появилась возможность построить карту космической активности Земли. Оказалось, что большинство землетрясений представляют собой не хаотичные участки на поверхности, а узкие вытянутые зоны, часто совпадающие с аномальным рельефом в виде горных хребтов и желобов. Это и есть граница взаимодействующих тектонических плит. Границы и взаимодействия на их месте могут быть разными, и мы на данный момент имеем представление о трех типах. Первый тип – дивергенция, когда на границе плиты расходятся друг от друга, вследствие чего возникают глубокие разломы или рифты. Примерами могут служить Байкальский рифт, восточно-африканская рифтовая система протяженностью в несколько тысяч километров. В результате растяжений литосфера становится тоньше, а расплавленная мантия поднимается вверх, и за счет термического расширения получается поднятие рельефа и образование плоскогорья. В конце концов, говоря простым языком, увеличивается поверхность Земли. Но если где-то увеличивается, значит должны быть зоны с обратным эффектом, где поверхность материка уменьшается. Так происходит, когда океаническая плита сталкивается с материковой. Например, тихоокеанская плита движется к северо-западу со скоростью 8 см в год и сталкивается с континентальной евразийской, которая по своей структуре более мощная и легкая. Тем самым более тонкая и тяжелая океаническая плита погружается под континентальную. Такое столкновение называется субдукция, и это уже второй тип перемещения плит, связанный с их схождением конвергенция. Океаническая кора поглощается и тем самым компенсируется ее появление в средина океанических хребтах. В них происходят исключительно сложные процессы взаимодействия коры и мантии. Так океаническая кора может затягивать в мантию блоки континентальной коры, которая расплавляется и по причине низкой плотности выходит обратно в кору. Так на нашей Земле появились вулканы. В случае, когда сталкиваются обе океанические плиты, то одна из плит заползает под другую, как ноги в одеяло, и также формируется зона субдукции, над которой образуется островная дуга. При столкновении двух континентальных плит происходит коллизия, и возникает мощная складчатая область, такая как, например, Гималай. Весь альпийский гималайский пояс по сути морщины престарелой планеты. Это результат движения Африки к северо-востоку со скоростью почти 2 см в год, Индии к северо-востоку со скоростью 5 см в год и Аравии к северо-востоку со скоростью 2,7 см в год. За счет разности этих движений образовалось Красное море, которое продолжает расширяться со скоростью метр в столетии. А вот Средиземному морю исследователи подготовили другую участь, оно полностью исчезнет лет так через 50 миллионов, в результате движения Африки на Европу, и его заменит горный хребет, такой же большой, как Гималай. Это будет по-настоящему неузнаваемый мир. И наконец рассмотрим третий тип перемещения плит. Это трансформные разломы, когда плиты движутся параллельно друг к другу и с разной скоростью. В океанах трансформные разломы идут перпендикулярно срединоокеаническим хребтам и разбивают их на сегменты шириной в среднем 400 километров. Между сегментами хребта находится активная часть трансформного разлома. На этом участке часто происходят землетрясения и горообразования. В результате в зоне разлома нередко обнажаются мантийные породы. Сдвиговые границы плит на континентах встречаются относительно редко. Пожалуй, единственным ныне активным примером границы такого типа является разлом Сан-Андреас, отделяющий североамериканскую плиту от Тихоокеанской. 1300 километровый разлом – один из самых сейсмоактивных районов планеты. В год плиты смещаются относительно друг друга примерно на полсантиметра. Землетрясение с магнитудой более 6 баллов происходит в среднем раз в 22 года. Развитие и геологии таких направлений, как геодинамика, кинематика летосферных плит и спутниковая геодезия позволяют нам как прогнозировать будущее Земли, так и заглядывать в ее прошлое. Реконструкции позволяют воссоздать поле геодинамические обстановки и выявить закономерности глобальных изменений природной среды. Так, заглянув на 300 миллионов лет назад, в конец Палеозойской эры, перед нами предстает единый суперконтинент, название которой Пангея. Это единый материк представлял из себя несколько крупных континентальных блоков, паянных между собой горными системами. Вытянутая вдоль меридиана от полярных широт до экватора Пангея, пересекала тем самым все климатические пояса Земли. И в конце своего существования она разделилась на северный и южный континент, Лавразию и Гондвану. От Лавразии произошли современные Евразия и Северная Америка, а от Гондваны – Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и Антарктида. Сейчас же континенты находятся на этапе почти максимального разъединения вместе с человечками на материках. А что касается будущего Лика Земли, то существует несколько теорий того, как дальше будут двигаться летосферные плиты, но в конечном итоге все эти теории приводят к образованию очередного суперконтинента – Амазия, Пангея Ультима, Пангея Проксима. Названий у него достаточно много. Случится это в среднем через 200-250 миллионов лет. К тому времени мы будем слегка потрепан. Такая цикличность в распаде материков и соединении их в единый – это не случайность, а закономерный процесс. Наука пока не может объяснить, почему так происходит, но связывает это с большой долей вероятности с глубинными процессами внутри Земли, а именно с эволюцией структур нижней части мантии. И, кстати, образование подобных суперконтинентов в истории нашей планеты было как минимум пять раз. Один такой суперконтинентальный цикл продолжался от 300 до 600 миллионов лет, когда вся земная суша, все блоки континентальной коры собираются вместе, и на Земле в это время присутствует только один гигантский материк и один огромный океан. Затем начинается так называемый рифтогенез. Суперконтинент раскалывается на несколько континентальных летосферных плит, которые затем растаскиваются по поверхности Земли внутренними силами, приводящими плиты в движение, пока все они снова не соберутся вместе. Доживет ли человечество до следующего суперконтинента, вопрос, конечно, спорный. Но если и так, то ему придется столкнуться с радикальными изменениями климата. Если суша займет место на полюсах планеты, лед будет формироваться и сохраняться гораздо легче, и глобальные похолодания будут по-настоящему экстремальны. Впрочем, существует мнение, что к радикальному изменению климата приведет появление любого суперконтинента. Что весьма логично, так как при наличии только одного огромного массива суши полностью перестроятся океанические течения. Это приведет к глобальному перераспределению тепловых потоков. Не стоит забывать и о том, что субдукция океанической коры питает вулканы. При появлении суперконтинента это явление практически прекращается. Мы можем как угодно плохо относиться к извержениям, однако они, как считается, помогают поддерживать стабильный климат на планете. Наверное, совсем не случайно, что и самые горячие и самые холодные периоды за последние 350 миллионов лет истории пришлось на время существования Пангеи. Земля в отдаленном будущем будет совсем не такой, какой мы ее знаем сейчас. Чтобы предсказать, как движутся материки, надо знать, как конвекция, идущая в мантии, изменяет коров, и как субдукция влияет на саму мантию. Эта информация позволит лучше понять природу землетрясений и вулканов. Океанические течения, парниковые газы, ледяной покров – все это тоже непосредственно связано с геологией Земли и достойно самого внимательного изучения. Какой бы ни был следующий суперконтинент, он будет абсолютно не соответствовать тем границам, которые человек с красными глазками старательно вырисовывает на картах, развязывая войны за эти земли. Сила природы, в конце концов, намного мощнее, и она уже давно доказала свое могущество, победа над которым не подвластна людям. Климат на нашей планете неповторим. Нам неизвестно на сегодняшний день ни одна планета, имеющая такие же климатические условия, как на Земле. К тому же климат на Земле постоянно меняется, он динамичен и изменчив. Причиной тому может быть как деятельность человека, так и в значительной степени энергии, которую Земля получает от Солнца, и обмен энергией между различными частями того, что называется климатической системой. Энергия Солнца распространяется в пространстве в виде излучения, называемое солнечным или коротковолновым излучением, которое достигает Земли независимо от того, в какой части своей орбиты она находится и в какое время года. Но не вся перехваченная энергия используется климатической системой. Часть ее возвращается в космос через различные процессы отражения, главным образом облаками и поверхностью Земли. Наконец, излучение, не поглощенное атмосферой, достигает поверхности, которая нагревается и в свою очередь испускает собственное, длинноволновое излучение. Большая часть этого излучения поглощается атмосферой, которая затем повторно излучает его либо на поверхность, либо вверх, тем самым возвращая энергию в космос. Для всей Земли в среднем существует общий баланс энергии, но не во всех частях планеты и не во все времена. Сама природа в своей великой сложности и красоте преподносит порой для человечества множество климатических загадок, включая изменения климата, связанного с феноменом Эль-Ниньо, являющимся одним из интересных факторов, влияющих на погодные условия на Земле. Эль-Ниньо – это климатическая модель, которая описывает необычное потепление поверхностных вод в восточной части тропического Тихого океана. Ла-Ниньо – холодная фаза – это модель, которая описывает необычное охлаждение поверхностных вод региона. Современные технологии собирают данные об этом феномене с помощью ряда инструментов. Например, Национальное управление океанических и атмосферных исследований управляет сетью научных буев. Эти буи измеряют температуру океана и воздуха, течение, ветры и влажность. Буи расположены примерно в 70 местах в южной части Тихого океана. Эти важные инструменты передают информацию исследователям и синоптикам по всему миру. Эль-Ниньо. Используя эти данные, а также визуальные изображения, получаемые со спутников, исследователи могут более точно предсказать Эль-Ниньо и визуализировать его развитие и влияние по всему миру. Этот феномен оказывает влияние на температуру океана, скорость и силу океанических течений, прибрежное рыболовство и местную погоду от Австралии до Южной Америки. Событие Эль-Ниньо происходит нерегулярно, с интервалом от 2 до 7 лет. Однако все же феномен не является предсказуемым в том смысле, в каком предсказуемы, например, океанические приливы. Для того, чтобы понять развитие этого феномена, важно знать условия, не связанные с ним в Тихом океане. Обычно сильные пассаты дуют на запад через тропическую зону Тихого океана. Эти ветры гонят теплые поверхностные воды в западную часть, где они граничат с Азией и Австралией. Из-за теплых пассатов поверхность воды обычно на 0,5 метра выше и на 7 градусов по Цельсию теплее в Индонезии, чем в Эквадоре. Движение теплых вод на запад вызывает подъем более холодных вод к поверхностей у берегов Эквадора, Перу и Чили. Этот процесс известен как апвелинг, то есть подъем глубинных вод океана к поверхности. Процесс апвелинга также влияет на глобальный климат. Теплая температура воды в западной части Тихого океана способствует увеличению количества осадков вокруг островов Индонезии и Новой Гвинеи. В то же время пассаты Эль-Ниньо, дующие с запада, ослабевают вдоль экватора. Эти изменения атмосферного давления и скорости ветра приводят к перемещению теплых поверхностных вод на восток вдоль экватора из западной части Тихого океана к побережью северной части Южной Америки. Эти теплые поверхностные воды углубляют термоклин, уровень глубины океана, который отделяет теплую поверхностную воду от более холодной воды внизу. Во время Эль-Ниньо термоклин может опускаться до 152 метров в глубину. Этот толстый слой теплой воды не позволяет проходить нормальному опвелинку. Без притока богатой питательными веществами холодной воды зона восточной части Тихого океана больше не может поддерживать свою обычно продуктивную прибрежную экосистему. Популяции рыб гибнут или мигрируют. На данный момент Всемирная метеорологическая организация заявила, что относительно прохладная климатическая фаза закончилась, и на смену идет жаркий период, из-за чего в одних районах будет сильнейшая засуха, а в других экстремальные осадки и наводнения. В ежегодном отчете приводятся основные климатические параметры – средняя температура за год, давление, количество осадков, а также фазовые состояния главных океанических процессов, влияющих на климат планеты. В новом отчете 2023 года говорится, что в середине года закончится холодная фаза Ла-Нинья, связанная с явлением южной осцилляции в экваториальной части Тихого океана. В этот раз она была аномально долгой – 3,5 года вместо обычных 1-2 лет. Считается, что накопившаяся в глобальной климатической системе энергии, сдерживаемая механизмами Ла-Нинья, может выплеснуться на планету с непредсказуемой силой уже в 2024 и 2025 годах. Предыдущий температурный рекорд наблюдали еще в 2016 году, тоже во время фазы Эль-Нинью. Есть шансы, что он будет побит в 2024. Климатологи предполагают, что ближайшие 5 лет 66% вероятностью станут самыми жаркими в истории метеонаблюдений. Исследователи прогнозируют рекордную жару по всему земному шару, но прежде всего в тропической зоне между 30 параллелями северной и южной широт, где проживает более трети населения планеты. Отмечается, что повышение средних температур на 2,7 градуса к концу столетия вполне реалистичный сценарий, но нельзя исключать и худшие варианты, при которых температуры вырастут до 4 градусов. В таком случае за пределами благоприятной климатической ниши окажется до 50% населения планеты, что может привести к крупномасштабной трансформации поверхности Земли и коренным образом изменить пригодность нашей планеты для жизни. Эль-Нинью и другие природные явления в очередной раз показывают нам захватывающую и порой опасную силу природы, которая оказывает значительное влияние на климат и погодные условия во всем мире. По мере того, как научные исследования продолжают раскрывать все новые сложности, связанные с явлением Эль-Нинью и его взаимосвязью с изменением климата, будут появляться более точные модели и прогнозы. Достижения в области спутниковых технологий и моделирования климата уже позволили нам получить ценные прогнозы, которые помогают подготовиться к событиям Эль-Нинью. Подготовка включает в себя стратегическое управление водными ресурсами, сельскохозяйственные методы и снижение риска потенциальных стихийных бедствий, что в конечном итоге способствует глобальным усилиям по адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Да, наше понимание хрупкого баланса в климатической системе Земли подчеркивает нашу общую ответственность за сохранение этого равновесия хотя бы для будущих поколений. Надо признать, что для любителей путешествий и приключений спуск в недры Земли может показаться весьма скучной затеей, потому как большая ее часть состоит из твердой породы серого, зеленого и красных цветов. Это зависит от преобладающей в ней химического элемента. Внутри Земли нет ни фантастических пещер с дворфами, ни гигантских червей, ни погрузившихся в глубины континентов с заброшенными городами. Сверхвысокая температура и гигантское давление никогда не дадут появиться феерическим подземным пейзажем, созданным когда-то фантазией Жюль Верна. И тем не менее, благодаря новейшим технологиям подземный мир все же может нас впечатлить. Что ж, от океанских впадин до древних залежей Земли мы будем погружаться в глубины нашей планеты и раскроем секреты того, что лежит под ними, используя самые последние данные на этот счет. В этот раз мы используем приличный список методов изучения недр Земли. И вот некоторые из них. Во-первых, сейсморазведка включает измерение вибраций, вызванных землетрясениями или искусственно созданными источниками. Во-вторых, гравиметрическая съемка измеряет распределение сил гравитации. В-третьих, бурение предполагает извлечение образцов из глубоких скважин в земной коре. Метод четвертый. Полимагнитный метод изучает ориентировку на магниченных кристаллов в слоях горных пород. Пятый метод. Астрономические и космические методы, основанные на изучении метеоритов. Шестой метод позволяет в лабораторных условиях воспроизводить в виде моделирования и изучать геологические процессы. И, наконец, седьмой метод – это палеонтологическая съемка, изучающая древние окаменелые останки животных, растений и моллюсков. Впечатляющий список, не правда ли? Поэтому берем все снаряжение и отправляемся в путь. Самый простой способ углубиться в недры планеты – это использовать уже имеющую скважину. И таких на Земле немало. Но самая глубокая из них – это кольская сверхглубокая скважина, достигающая глубины 12262 метра. К сведению, ад не обнаружен. Правда, она хоть и является впечатляющей глубокой скважиной, но на удивление ничтожно мала по сравнению с глубиной планеты. Ведь в общей сложности она проникает примерно в треть толщины земной коры, и ее длина составляет всего лишь 0,2% от всего расстояния до центра Земли. Что же в итоге нашли в кольской сверхглубокой скважине? Для начала исследователи поняли, что им необходимо обновить температурную карту для недр Земли, поскольку они столкнулись с температурами намного выше ожидаемых. На глубине 5 километров – более 700 градусов по Цельсию. Еще через 2 километра температура выросла уже до 1200 градусов по Цельсию. На отметке 7 километров одним из главных открытий стала граница перехода от гранита к базальту. Другим открытием была жидкая вода, находящаяся гораздо глубже, чем предполагалось ранее. Одним из неожиданных результатов стало появление открытых трещин, заполненных соленой водой, свидетельствующих о том, что земная кора неплотная, в ней на самом деле существуют пути, позволяющие течь жидкости. Еще более захватывающим было открытие биологической активности в горных породах. На глубине примерно 8 километров исследователи извлекли подземный слой морских отложений. В них сохранились 24 вида древнего планктона. Возраст которых превышает 2 миллиарда лет. Оболочка из органических соединений сохранила микроорганизмы практически неповрежденными, несмотря на экстремальные значения давления и температуры окружающей породы. Эти ископаемые стали одним из самых древних свидетельств жизни на Земле. Удивительно, но на самом деле в недрах Земли обитает тысячи триллионов живых организмов, многие из которых даже неизвестны науке. Рекордная глубина, с которыми исследователи отбирали образцы под поверхностью суши была около 5 километров, под поверхностью океана – 10,5 километра. Более того, под землей обитает до 70% всех видов земных микробов. Среди них есть несколько преобладающих, которые были обнаружены под всеми континентами. Как эти микробы распространились по земным недрам всех пяти континентов, пока не ясно. Возможно, они перемещаются внутри глубин, или проникают с поверхности через трещины в геологических порогах. Представленные результаты свидетельствуют, что даже на нашей планете огромная масса подземных живых организмов могла существовать, не имея заметных проявлений на поверхности. Это означает, что нет ни малейших оснований существования жизни практически ни на одном из небесных тел Солнечной системы, в особенности на планетах земной группы. Рассмотрев древних земных созданий и тварей, мы продолжаем стремительное бурение. Перед нами мантия. Она представляет собой толстый слой горячей твердой породы между земной корой и расплавленным железным ядром, и состоит в основном из силикатов широкого спектра соединений, имеющих общую структуру из кремния и кислорода. К распространенным силикатам, встречающиеся в мантии, относятся гранат и пероксен. Другим основным типом пород, обнаруженных в мантии, является оксид магния. Температура мантии сильно варьируется, от 1000 градусов по цельсию на границе с корой до 3700 градусов по цельсию на границе с ядром, так что никаких планктонов нам не суждено повстречать. Вязкость ее также сильно варьируется. В основном это твердая порода, но на границах тектонических плит мантийные породы мягкие и способны пластично двигаться в течение миллионов лет на большой глубине и под большим давлением. Перенос тепла и материала в мантии помогает формировать ландшафт Земли. Активность в мантии приводит в движение тектонику плит, способствуя образованию вулканов и землетрясений. Мантия делится на несколько слоев. Верхняя мантия, переходная зона, нижняя мантия и зона D. Область, где мантия встречается с внешним ядром. Верхняя мантия простирается от коры на глубину около 410 километров. Она в основном тверда, но ее более податливые участки способствуют тектонической активности. Переходная зона мантии находится на глубине от 410 километров до 660 километров под поверхностью Земли, где горные породы подвергаются радикальным преобразованиям. Здесь они не плавятся и не распадаются. Вместо этого их кристаллическая структура претерпевает важные изменения и породы становятся намного более плотными. Возможно, самым важным аспектом переходной зоны мантии является обилие воды. Удивительно, но кристаллы в поверхностной зоне содержат столько же воды, сколько все океаны на поверхности Земли. Только вот вода в переходной зоне – это не вода, в нашем понимании. Это не жидкость и не пар. Вместо этого вода существует в виде гидроксида, иона водорода и кислорода с отрицательным зарядом, так что чай в ней заварить не получится. Кстати, мантия никогда не исследовалась напрямую, но все же многие геологи изучают мантию, анализируя ксенолиты, представляющие собой разновидность породы, заключенной внутри другой породы. Ксенолиты, которые дают больше всего информации о мантии – это алмазы. Да, теперь под землю хочется чуть больше. В хорошем смысле, разумеется. Алмазы образуются в уникальных условиях – верхней мантии на глубине не менее 150 км под поверхностью. При большей глубине и давлении углерод кристаллизируется уже в виде графита. И все же глубоко копать, возможно, не придется. Дело в том, что иногда алмазы поднимаются на поверхность при взрывных вулканических извержениях, образуя тем самым алмазные трубки, по которым можно бродить месяцами, ища выход. С помощью них мы можем заглянуть в глубину до 700 км под поверхностью Земли, в нижнюю мантию. Исследования показали, что породы в глубокой мантии, скорее всего, являются плитами морского дна, возраст которых составляет около 3 миллиардов лет. А тем временем мы добираемся до ядра планеты. Ядро Земли – очень горячий и плотный центр нашей планеты. Шарообразное ядро находится на глубине около 2900 км под поверхностью и имеет радиус около 3500 км. Основными источниками тепла в ядре является распад радиоактивных элементов, тепло, оставшееся после образования планеты, и тепло, выделяющееся при застывании жидкого внешнего ядра вблизи его границы с внутренним ядром. Драгоценные металлы, такие как золото, платина, кобальт и другие металлы, также встречаются в ядре. Это весьма заманчиво, но помните, что нас ждет очень горячее путешествие. Другим ключевым элементом в ядре Земли является сера. Фактически, 90% серы на Земле находится именно в ядре. Хотя мы знаем, что ядро – самая горячая часть нашей планеты, его точную температуру трудно определить. Колебания температуры в ядре зависят от давления, вращения Земли и состава элементов ядра. В целом температура колеблется от примерно 4400 градусов по Цельсию до 6000 градусов по Цельсию. Внутреннее ядро вращается иначе, чем остальная часть планеты. Оно вращается на восток, как и поверхность, но немного быстрее, совершая дополнительный оборот примерно каждые тысячу лет. По мере медленного остывания всей Земли, внутреннее ядро увеличивается примерно на миллиметр каждый год. Оно растет, потому что части жидкого внешнего ядра застывают или кристаллизируются. Рост внутреннего ядра происходит неравномерно, а частями, и на него влияет активность в мантии. Рост более концентрирован вокруг зон субдукции, где тектонические плиты соскальзывают с литосферы в мантию на тысячи километров выше ядра. Плиты забирают тепло из ядра и охлаждают окружающую область, вызывая увеличение количества случаев застывания. Процесс кристаллизации очень медленный, и постоянный радиоактивный распад в недрах Земли замедляет его еще больше. Считается, что для полного застывания ядра потребуется около 91 миллиард лет. Неудивительно, что многие геологи описывают внешнее ядро как геодинамо Земли. Для того, чтобы планета имела геодинамо, она должна вращаться. В ее недрах должна быть жидкая среда, жидкость должна быть способна проводить электричество, и она должна иметь внутренний источник энергии, который приводит в движение конвекцию в жидкости. Вариации вращения проводимости и тепла влияет на магнитное поле геодинамо. На самом деле Земля – это золотая середина, среди других планет Солнечной системы. Она вращается стабильно, со скоростью 1675 км в час на экваторе, тем самым вызывая конвекционные течения по спирали. Жидкое железо во внешнем ядре является прекрасным проводником электричества и создает электрические токи, приводящие в движение магнитное поле. Энергия, которая приводит в движение конвекцию во внешнем ядре, поступает по мере замерзания капель жидкого железа на твердом внутреннем ядре. При застывании выделяется тепловая энергия. Более теплые жидкости поднимаются вверх по спирали, а более холодные твердые тела под действием сильного давления спускаются вниз. Так происходит конвекция. Наше путешествие подошло к концу. Надеюсь, оно было интересно. Берем пару алмазов и возвращаемся на поверхности. Да, наша планета уникальна своим природным богатством, разнообразием флоры и фауны, своими огромными океанами, материками и стабильным климатом. Ее недра играет важную роль в эволюции жизни на планете. Знания наука Земле позволяют нам мыслить глобально и действовать локально. Находить ценные ресурсы, такие как вода, металлы, промышленные минералы и энергию. Прогнозировать и готовиться к стихийным бедствиям. И изучать нашу собственную планету больше, чем любую другую в Солнечной системе. Рассматривая подробно эту историю, встречая дикое разнообразие условий, постоянно меняющийся климат, можно сказать, что они прекрасно выживали на притяжении более 160 миллионов лет, имея огромный потенциал. Если предположить, что динозавры выжили, то какие факторы могли бы повлиять на их развитие? Первое серьезное препятствие изменения климата. События известны как палеоцен-эоценовый, термический максимум. Геологическое событие, произошедшее примерно 55 миллионов лет назад, выразившееся в резком потеплении климата Земли, значительном изменении состава атмосферы и вымирании некоторых видов. Глобальные температуры поднимались тогда на 8 градусов выше сегодняшней отметки, а тропические леса охватили большую часть планеты. В этом тепличном мире с обильной растительностью вполне могло быть так, что зауроподы, одни из крупнейших растительноядных динозавров с длинной шеей, развивались бы быстрее, размножались бы в более раннем возрасте, что позволяло бы им быстрее увеличивать численность. Немаловажная особенность позднего мелового периода заключалась в расцвете цветущих растений или покрытосемянных, в то время как в юрском периоде большинство растений были папоротниками и голосемянными, а они, как правило, менее питательны и сложны в переваривании. Огромные размеры зауроподов были, скорее всего, обусловлены временем обработки и размером кишечника, необходимым для эффективного переваривания такой пищи. Если бы эволюция растений продолжалась так же, как в нашем современном мире, у травоядных динозавров почти наверняка сложилась бы диета из цветущих растений. Динозаврам в форме было бы проще их переваривать. Возможно, следовало бы ожидать общего уменьшения размера тела, и гигантские мезозойские динозавры, скорее всего, исчезли. И океан. Еще одно огромное царство, исследованное динозаврами. Виды вроде спинозавра имели отношение к речной среде, а армированные анкилозавры часто находились в окаменелом виде в морских отложениях или жили вдоль береговых линий. Могли спинозавры или анкилозавры пройти путь млекопитающих китов и полностью перебраться жить в моря и океаны? Скорее всего, да. Более того, они могли бы даже возвращаться на Землю, чтобы откладывать яйца или детеныши могли рождаться в море, как у ихтиозавров и плезиозавров. Разнообразие динозавров в море породило бы немало устрашающих легенд и вместе с тем, возможно, приведя к появлению лавкрафта на несколько столетий раньше. В любом случае, если бы они смогли дожить до наших дней, то выбирать места для купания пришлось бы с особой тщательностью. А предупреждение не заплывать за быки было бы как никогда актуально. Хотя не стоит забывать, что никакие быки в ходе выживания не помогут. В позднем меловом периоде уже было довольно много птиц. Не выдерживая конкуренции, разнообразие птерозавров в то время поуменьшалось. Остались лишь массивные, к счастью, беззубые аждорхиды, некоторые из которых были размером, учитывая размах крыльев, 12 метров. Возможно, человек, на их взгляд, стал бы веселой игрушкой, с которой временами можно было бы играть против воли, разумеется. Исследователи и палеонтологи считают, что родословные млекопитающих уже развивались до момента вымирания. Им приходилось иметь дело с крупными опасными животными, вроде саблезубых тигров и даже больших антилоп. Этим ребятам приходилось иметь дело с разными видами хищных динозавров. Дромиозаврами и обелиозаврами. Но не думайте, что мир с динозаврами это постоянная кровавая битва за выживание. Ведь по большей части хищники сильно распределены по местности и мир относительно безопасен. Если бы в этой гонке все-таки победил человек, даже если бы на это ушло намного больше времени, то часть динозавров были бы одомашнены. Другие, особенно крупные хищники или обладатели красивых перьев, истреблены. Ведь в свое время человек немало истребил мамонтов, маврикинских додо, птиц, моа и другую мегафауну. Третьи оказались бы в заповедниках, четвертые поселились бы рядом с людьми, как голуби или крысы. Изменились бы и другие сферы человеческой жизни. Например, так как рептилии не дают молока, который не купишь в супермаркете, продукты из него были бы распространены намного меньше. Изменилась бы и культура, от моды до героев комиксов. Так, вместо Человека-паука сегодняшний мир знал бы Человека-тираннозавра. А у богов Древнего Египта были бы головы заурлофов и, например, гадрозавров. Некоторые последствия трудно представить, и здесь есть о чем пофантазировать. На этой альтернативной временной шкале, возможно, некоторые виды крупных травоядных зауропадов, вроде огромных диплодоков и даже плотоядных, похожих на тираннозавров, могли бы существовать в охраняемых пустынях и национальных парках-заповедниках, подходящих им для жизни. Это должно быть по-настоящему дикие места, далекие от человека, например, в Австралии или на Аляске. Люди, скорее всего, могли бы ездить в сафари наподобие парка юрского периода, держа бинокли и камеры на готове, чтобы запечатлеть преодолевших весь этот долгий путь динозавров. А вот самые маленькие, не птичьи динозавры, возможно, с легкостью бы адаптировались к городской среде и процветали бы с людьми в городах, наряду с голубями, крысами и чайками. Небольшие всеядные или хищные тераподы, возможно, прятались вокруг мусорных баков и бегали за детьми. Или представьте себе маленьких травоядных динозавров, грызущих розы в вашем саду. А что об этом думаете вы? Смогли бы динозавры стать разумными? Смогли бы мы сосуществовать вместе на одной планете? Земля. Кажется, во вступлении уже прозвучало достаточно много вопросов. Есть ли на них ответы? Попробуем сегодня в этом разобраться. Как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня в центре внимания будет силурийская гипотеза. По сути, это некий эксперимент, в котором оценивается способность современной науки обнаруживать свидетельства существовавшей ранее высокоразвитой цивилизации, возможно, несколько миллионов лет назад. Хотя это может показаться абсурдной идеей, больше присущей конспирологам, телепатам и любителям всяческих заговоров типа пирамида-ракета, и все же этот мысленный эксперимент находится в центре внимания одной научной статьи, автор которой является астрофизик Адам Франк. В своей статье он представил перед людьми развитую промышленную цивилизацию и задумался над тем, можно ли обнаружить ее в космосе, в других системах, подобно нашей. Или, например, не хотелось бы думать о таком, но какие следы оставит после себя современная человеческая цивилизация и как в далеком будущем найти доказательства нашего существования. Гипотеза так и называется – силурийская. Под нее попадают все якобы бывшие цивилизации, от архейских инопланетян до Антлантиды. Некоторые же версии силурийской гипотезы указывают, что ранняя раса полностью вымерла вследствие какой-нибудь болезни, войны или катастрофы. Другая же версия указывает, что прежняя раса достигла высокотехнологического уровня и по каким-то причинам покинула Землю для того, чтобы бороздить космическое пространство в поисках новой обители. Самой экзотической версией силурийской гипотезы является гипотеза инволюции, согласно которой все животные произошли от деградировавших представителей близких к людям рас. Да, звучит обидно. Но вернемся к реальным исследованиям. Было посвящено множество времени и труда на поиски намеков изменения климата в далеких планетах земного типа, так называемой гипертермии, своего рода быстрое повышение температуры, которое могло указывать на момент индустриализации цивилизаций. Это может предполагать присутствие достаточно развитого вида. Такой скачок возможен в результате выброса углерода и пока может быть единственным доказательством того, что любая раса, включая нашу, оставит позади себя. Ни пирамиды, ни небоскребы, ни пластики или пенопласт, ни произведения Шекспира, ни музыка Бетховена не укажет на наше присутствие в прошлом, если мы говорим о сотне тысяч и даже миллионах лет. В конце концов, нас узнают только по изменению породы, ознаменовавшему начало так называемой антропоцена. Этот термин, используемый многими исследователями, обозначает текущую геологическую эпоху, когда деятельность человека оказывает основное влияние на климат и окружающую среду. Хотя антропоцен еще официально не классифицирован как отдельная геологическая эпоха, уже ясно, что люди оказывают значительное влияние на геологическую летопись нашей планеты, формируя ее сегодня. Мы уже являемся геофизической силой, и наше присутствие фиксируется в изотопах углерода, кислорода и азота, в вымираниях различных отложениях, выбросах тяжелых металлов и синтетических химикатов. Например, сжигание человеком ископаемого топлива уже оказывает влияние на геологические данные, несмотря на то, что индустриализация начала всего-то около 300 лет назад. Что ж, с большой натяжкой это можно считать хоть каким-то плюсом. У нас получилось оставить свой след, дамы и господа. Будущие цивилизации, достигнув определенного уровня развития, смогут узнать о нашем существовании, исследуя древние породы. Итак, давайте представим, что возможно какие-то другие виды на Земле ненадолго поднялись до хотя бы нашего уровня развития миллионы лет назад. Остались ли сегодня какие-то их следы, например, окаменелости, остатки зданий или космических сооружений? Возможно, но также может быть, что все такие улики стерты в пыль и что единственные оставшиеся следы находятся в очень незначительных особенностях геохимии. Кроме того, окаменелости чрезвычайно редки и частичны, поэтому доказательства легко могут быть упущены, особенно если цивилизация просуществовала всего несколько тысяч лет, как наша. Правда в том, что современные люди существуют сравнительно недолго, а жизнь на Земле существует по общей оценке 3,5 миллиарда лет. То есть в истории нашей планеты было более чем достаточно времени для подъема и падения не одной, а нескольких дочеловеческих индустриальных цивилизаций. Это могла быть некая раса со своими технологиями, транспортными средствами, фольклором и традициями на том же месте и под знакомым нам небом. Но о таких ушедших цивилизациях, построенных ими объектах, промышленности, существовавших не более нескольких сотен тысяч лет, у нас нет достоверных упоминаний и даже ни одной летающей тарелки с мумифицированным инопланетянином внутри. Мы находим лишь древнейшие сооружения и орудия труда, созданными людьми, и этим находкам лишь несколько тысяч лет. В любом случае, через несколько миллионов, когда заработает тектоника плит, все, что находится на поверхности, включая саму Землю, окажется на дне морей и океанов, а дно превратится в горные вершины. Если говорить о возрасте нашей планеты, то он у нее достаточно солидный, а ее твердая поверхность, составляющая массивы суши, в разных местах сильно различается по возрасту. Некоторые из этих массивов суши образовались миллиарды лет назад, другие же образовались из расплавленной магмы в течение последних 100 миллионов лет. Исландия, например, начала формироваться в результате вулканической активности всего 70 миллионов лет назад, а некоторые маленькие острова продолжают формироваться и по сей день. С геологической точки зрения, одним из древнейших мест на Земле является Пилбара, большой регион на северо-западе Австралии. Местная порода впервые начала формироваться более 3 миллиардов лет назад. Сегменты ее богатого железом камня служат лучше всего сохранившимся образцом самой древней породы в мире. Такие древние камни должны быть источником каких-либо довольно интересных окаменелостей. Да и в целом, для исследований могут подойти многие пустыни, где отсутствует тектоническая активность и можно найти неразрушенные породы нужного возраста. Кто знает, если дать силурийской гипотезе право на жизнь, возможно исследования зайдут настолько далеко, что при нужных тестах исследователи однажды смогут уверенно сказать, здесь был человек или может быть левитирующий гуманоид с большим мозгом. То есть некая цивилизация сколько-то миллионов лет назад. Вопросы в отношении планетарного воздействия цивилизации могут, кстати, иметь значение для будущего исследования и других планет, и нашего поиска разумной внеземной жизни. Ранний Марс или ранняя Венера, возможно, были более пригодными для жизни, чем сейчас. И может быть однажды мы найдем там те самые геологические отложения, указывающие на существовавшую когда-то цивилизацию. И да, гипотетически не исключено, что и предыдущие цивилизации Земли могли отправиться в космос и оставить артефакты на других небесных телах, таких как Луна или Марс. Найти очевидные материальные доказательства в этих двух мирах будет легче, чем на Земле, где эрозия и тектоническая активность стерли большую часть культурных следов. Но все же зачем искать чужую жизнь там, на других планетах, когда мы могли бы найти ее здесь, удаленную не на километры, а на годы? Действительно, в истории Земли зафиксированы несколько необъяснимых температурных аномалий, которые, возможно, могли ускорить процесс изгнания разумной жизни с планеты или ее гибель. Например, считается, что 55 миллионов лет назад произошел таинственный скачок повышения температуры, известный как палеоцент термический максимум. Одно из самых значительных резких изменений климата в геологической истории, продолжавшиеся около 200 тысяч лет. Он проявился в резком повышении температур на поверхности континентов и в верхних слоях океана, а также в изменении изотопного состава атмосферного углерода и вымирании целого ряда видов. Согласно климатическим реконструкциям, температура на континентах в то время увеличилась на 8 градусов по Цельсию. Температура воды в тропическом поясе составила 20 градусов, что на 1,5 градусов больше современного значения. В арктических морях потепление было значительно масштабным, и увеличение температуры поверхностных вод Северного Ледовитого океана могло составлять до 10 градусов по Цельсию. Наиболее отчетливый термический максимум проявился в затопном составе углерода карбонатных отложений. Во время термического максимума содержание углекислого газа в атмосфере достигло как минимум в 5 раз больше, чем современное значение. Причем большая его часть растворилась в океанической воде, повысив тем самым ее кислотность. В результате карбонатные раковины гибнущего планктона стали растворяться в воде. Термический максимум мог быть вызван падением астероида или кометы, или это могло быть извержение огромного вулкана. Или это также могло быть вызвано деятельностью древней цивилизации, которая поднялась так же, как мы, а затем упала. Это, кстати, может быть судьбой всех продвинутых видов. Взлет и падение, протекающие так же естественно, как смена времена года. Такая вселенная иронична, постоянно создавая персонажей, чьи технологии приводят к тому самому концу, которого они пытаются избежать. Итак, вопрос. Сможем ли мы сегодня методом археологии и палеонтологии заметить и идентифицировать следы существования ранней цивилизации? И как мы можем это сделать? Этот вопрос является пока открытым. Одним из ключевых вопросов в оценке вероятности обнаружения такой цивилизации, это понимание того, насколько часто появляется промышленно развитая цивилизация, с учетом того, что жизнь зародилась и что некоторый вид является разумным. В поисках построек или долговечных носителей информации мало смысла, так как за миллионы лет тектоника и выветривание их уничтожит, не говоря уже об относительной редкости подобных сооружений на Земле. Сегодня, например, массивное ископление прочных построек человеческой цивилизации занимает менее 1% площади суши. То есть, по сути, если огромный астероид в ближайшее время изменит облик нашей планеты до неузнаваемости, в том числе и лица людей, то придется потратить много времени, чтобы найти хоть какое-то свидетельство жизни в прошлом. И, скорее всего, наскальная живопись в стиле «здесь был я» вряд ли поможет идентифицировать нашу цивилизацию. Но даже если не сейчас, то вполне возможно, что мы исчезнем через несколько веков или тысячелетий, по сути, через мгновения по масштабу геологической истории планеты и тем более вселенной. И тогда человеческая цивилизация – лишь маленький эпизод, аналогичный тем, что уже имели место в более ранней геологической эпохе. И дальше, через десятки миллионов лет, появится следующая цивилизация. Затем еще. Возможно, какой-то цивилизации все же удастся стать чем-то большим. Или, может быть, мы и есть та самая цивилизация. И у нас есть все шансы идти дальше, исследуя и познавая себя, нашу планету и иные меры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok